Hi, it's Natalie. До экзамена осталось менее двух недель и сегодня я хочу поговорить о грамматике. В этом видео я вам дам абсолютно всю грамматику, которая вам нужна для выполнения заданий 19-25. Пожалуйста, не путайте эти задания с заданиями 26-31. Эти задания на словообразование, а эти задания на грамматику. И как раз грамматикой мы сегодня с вами займемся. В этом видео будет три части. В первой части мы разберем самую простую грамматику, то есть все, кроме глаголов. Я вам расскажу, что делать, если перед вами существительные, прилагательные, местоимения или числительные. Про глаголы, это самая сложная часть, мы поговорим во второй части этого видео. И в третьей части мы потренируемся и решим несколько примеров. Перед тем, как мы начнем, напомню, что у вас еще есть возможность записаться на индивидуальные занятия по скайпу. Пишите или звоните, и я вам обязательно отвечу. Итак, что же делать, если перед вами существительные? Они хотят, чтобы вы поставили его во множественное число. В основном мы просто добавляем к существительным s в таком случае. One table, ten tables. One cheer, ten cheese. Вы все об этом знаете, даже не будем на этом останавливаться. Посмотрим на те существительные, которые неправильные, которые мы не добавляем s. Например, one man, один мужчина, ten men. И обратите внимание на эти два слова, во множественном числе они не меняются. Одна рыба, one fish, десять рыб, ten fish. То же самое с sheep. One sheep, ten sheep. Обратите внимание, если ваше существительное заканчивается на y. Вы должны посмотреть, какая буква стоит перед y. Если перед y стоит согласное, как здесь family, l перед y, и здесь are перед y, тогда y меняется на i, и мы добавляем и s. Family, families, stories, stories, stories. Если перед y стоят гласные, как здесь toy и key, мы просто добавляем s. Toys, keys. Если ваше существительное заканчивается на шипящие звуки, согласные, как здесь, то мы добавляем и s. Box, boxes, bus, buses. Но обратите внимание, если ch на конце слова читается как k, как здесь stomach, живот, добавляем просто s, потому что это уже не шипящий звук. Stomachs. Если существительное заканчивается на o, вам надо запомнить, после каких слов во множественном числе мы пишем es, после каких мы пишем es. После этих слов во множественном числе мы пишем es. Heroes, potatoes, volcanoes, tomatoes. После этих слов мы просто пишем es. Radios, pianos, photos, kilos, zeros, videos. Если существительные заканчиваются на f или fe, во множественном числе мы пишем v и es. Leave, leaves, wife, wives. Но если существительное заканчивается на двойную f, это правило не работает, и просто добавляем es. В таких существительных, которые заканчиваются на i, es, crisis, oasis, во множественном числе пишем es, crisis, oasis. Также запомните эти латинские греческие слова datum, data, факт, факты, cactus, cacti, cactus, кактусы, bacterium, bacteria, phenomenon, phenomena, явление, явление. И в таких существительных, как mother-in-law, father-in-law, sister-in-law и так далее, es добавляем к первому слову. И получается во множественном числе mothers-in-law, fathers-in-law, sisters-in-law и так далее. Также это маловероятно, но возможно, что ваше существительное вам надо будет поставить не во множественное число, а сделать его притяжательным. Например, перед вами будет существительное mam, мама, вам надо будет сказать мамина, мамина сумка, например. Тогда мы просто добавляем апостроф и es. У вас будут children, дети, вам надо будет сказать детский. Тоже просто добавляем es. Родители, родительский. Здесь мы просто добавляем апостроф, потому что существительное во множественном числе и заканчивается на es. Я уверена, вы это правило знаете. Просто будьте внимательны, что такое тоже может быть на экзамене. Если в задании на грамматику вы видите прилагательное, это значит, что это прилагательное вам надо будет поставить в сравнительную степень или в превосходную степень. Например, big, большой, больше, самый большой. И здесь у нас есть всего лишь три правила. Первое правило относится к коротким прилагательным, которые состоят из одного слога. Причем считаем мы слога не как слова пишутся, а как они произносятся. Fine. По произношению fine тоже имеет только один слог, поэтому fine относится к этому правилу. Итак, коротеньким прилагательным мы просто добавляем в сравнительной степени и r. So, big, bigger, biggest. Short, shorter. Shortest. Fine, finer, finest. Обратите внимание, если ваше прилагательное короткое и вы видите согласное, гласное, согласное, то последнее согласное у нас удваивается. Big, bigger, удваивается. Biggest. Последнее согласное удваивается. Только если у вас согласное, гласное, согласное. Здесь у вас не так, поэтому последнее согласное не удваивается. Второе правило относится к существительным, в которых у нас два или больше слогов, например, beautiful, intelligent, handsome и так далее. Мы, когда добавляем в сравнительной степени more к этому прилагательному, beautiful, more beautiful, более красивый, и самый красивый в превосходной степени добавляем most, most, beautiful. Но здесь есть одно но. Если ваше прилагательное длинное, то есть в нем два слога, но заканчивается оно на why, как, например, happy, easy, friendly, такие прилагательные у нас будут относиться к первому правилу. Friendly – дружелюбный. Да, это прилагательное длинное, в нем два слога, но оно заканчивается на why, поэтому оно относится к первому правилу. Friendly, friendlier, friendliest. И третье правило – это неправильные прилагательные. Всего их у нас пять. Good – хороший. Лучше – better. Самый лучший – best. Bad – worse. Worst. Far – further. Далекий. Дальше. Furthest. Если вы видите little, который переводится как мало, меньше мы скажем less, наименьший – least. И если вы видите much, many – много, больше будет more. И в превосходной степени most. Если в вашем задании вы видите местоимения, они вам будут даны в именительном падеже. То есть вы увидите I, he, she, it, you, we, they. И вы должны будете выбирать из четырех возможных вариантов. Вполне возможно, вам надо будет поставить ваше местоимение в другие падежи. Подержи, например, обо мне, мной, о нем, ним. Например, он любит меня. He loves me. То есть из I вы сделаете me. Я люблю его. I love him. Я люблю ее. I love her. Я люблю, например, кошку. I love it. I love you. Он любит нас. He loves us. И я люблю их. I love them. То есть вот это местоимение во всех других падежах. Затем, вполне возможно, вам надо будет поставить ваше местоимение, сделать ваше местоимение притяжательными. То есть они будут отвечать на вопрос чей. Если после этого местоимения, которое отвечает на вопрос чей, следует существительное, например, моя книжка, его сумка, ее квартира, тогда говорим так. I, мой будет my bag, его, his bag, ее, her bag, ее, кошкина, собакина, its bag, your, ваше имя, your name, our, наш, их, their. И, пожалуйста, не забудьте, после этих местоимений мы обязательно должны написать существительное. Но мы не всегда пишем существительное после притяжательных местоимений. Например, я могу вас спросить, чья это книга? И вы скажете, моя. В этом предложении моя после вашего местоимения существительного нет. Тогда вы просто скажете, it's mine, моя. То есть если ваше местоимение отвечает на вопрос чей, но после него не идет существительное, используйте этот столбик. Мой. Mine. It's mine. Моя. И если ваше местоимение переводится как сам себя, мы пишем следующее. Я люблю себя. I love myself. Он может сделать это сам. He can do it himself. Она может сделать это сама. She can do it herself. Itself. Здесь обратите внимание, ты можешь сделать это сам. Единственное число yourself. А множественное вы можете сделать это сами. Множественное. Yourselves. Мы можем сделать это сами. Ourselves. Обратите внимание, это всегда множественное число, поэтому пишем вот таким образом. Это все, что вам надо знать насчет местоимений. Теперь поговорим о числительных. Если в вашем задании вы видите числа, вам их надо сделать порядковыми. И обычно мы из чисел делаем порядковые числительные путем добавления к ним окончания th. Четыре. Fourth. Четвертый. Six. Sixth. Seven. Seventh. Красным обведены исключения. One. Один. First. Первый. Two. Second. Three. Third. Five. Fifth. Обратите внимание, ве меняется на f. Eight. Eighth. Обратите внимание, только h добавляем. Nine. Ninth. И убирается здесь в порядковом числительном. Twelve. Twelve. И если наше число заканчивается на y. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Мы пишем так. Twentieth. Thirtyth. Fortieth. Fiftyth. И так далее. Посмотрим на такие числа. Если у вас числа состоят из двух чисел. Например, twenty-one, thirty-five. Меняем только последнее число. Twenty-first. Thirty-fifth. То же самое здесь. Four hundred and twenty-one. Меняем только последнее. Four hundred and twenty-first. Сто, тысяча, миллион, сотый, тысячный, миллионный. Просто добавляем th. One hundredth. И так далее. Также маловероятно, но возможно, что вам потребуется сделать из числа непорядковое числительное, а сделать подобным образом. Из одного сказать один раз. Например, я хожу в спортивный зал один раз в неделю. Once a week. Или два раза в неделю. Twice a week. Скорее всего, такой вариант будет только с числами one and two. Потому что после числа два мы говорим уже просто three times, four times, five times, six times и так далее. Поэтому на всякий случай запомните, что один раз в неделю, например, once, два раза twice. И так мы с вами разобрались, что делать, если перед нами существительные, прилагательные, числительные или местоимения. И сейчас переходим ко второй части, к самому важному глаголам. Я вам дам единый алгоритм, по которому будете действовать, если вы в вашем грамматическом упражнении видите глагол. Итак, вы видите глагол. Первое, что вы у себя должны спросить, есть ли в этом предложении if. Если вы видите в этом предложении if, это значит, что это условное предложение. И вы должны будете употребить грамматику условных предложений. У меня на эту тему есть целое видео. Пожалуйста, можете пройти по этой ссылке и посмотреть это видео целиком. Поэтому здесь я не буду подробно на этом останавливаться. Но запомните, если вы видите if, значит, используйте грамматику первых, вторых, третьих условных предложений. Возьмем такой пример. Вы видите предложение. If I had a car, I... to work. И вам надо сюда подставить глагол drive. Я вижу, что это второе условное предложение, потому что после if у нас идет по simple. После if идет по simple только во вторых условных предложениях. И я знаю, что формула второго условного предложения это То есть здесь, соответственно, я поставлю If I had a car, I would drive to work. Поэтому мой ответ would drive. Это вы запишите в ответах. Теперь следующий пример. You won't pass your exam if you... Вам надо сюда подставить not study. Отрицательный... глагол study в отрицательной форме. Я вижу, что это первое условное предложение, потому что здесь у нас идет won't плюс инфинитив. Это у нас происходит только в первом условном предложении. Формула для первых условных предложений. If plus present simple will won't plus инфинитив. То есть вот это у нас относится вот к этому. Соответственно, эта часть будет относиться к этому. Соответственно, в этой части нам надо поставить present simple. Ставим этот глагол в present simple negative. If you don't study. Может быть, я объяснила не очень понятно, но вы можете обратиться к этому видео. Там все это очень подробно объяснено. Итак, мы запомнили, что первое, что вы делаете, когда вы видите перед собой глагол, смотрите, есть ли в предложении if. Если if у вас предложений нет, смотрим, есть ли перед вашим глаголом фраза I wish. Кто-то переводит эту фразу «жаль что». Мне кажется, самый легкий вариант – это перевести эту фразу «было бы круто если». Если после этой фразы вы хотите сказать предложение в настоящем времени в русском языке, например, было бы круто, если у меня были, мои волосы были длиннее. Если вы говорите про сейчас, мы используем past simple – прошедшее время. То есть, если я хочу сказать «было бы круто, если мои волосы были длиннее», я пишу I wish I had longer hair. То есть, несмотря на то, что я говорю про сейчас, использую я время past simple. А если вы говорите про прошлое, например, было бы круто, если бы я изучала китайский, когда была в школе. Здесь мы говорим про прошлое. Тогда после I wish мы поставим глагол в past perfect. So, I wish I had started Chinese when I was at school. Пожалуйста, запомните, если после I wish вы говорите о настоящем – past simple, если о прошлом – past perfect. Итак, вы смотрите на ваше предложение, в которое вам надо поставить ваш глагол в определенную форму. Вы видите, что в этом предложении нет if, то есть это неусловное предложение. В вашем предложении перед вашим глаголом нет фразы I wish. Тогда третий шаг. Вы смотрите, этот глагол является сказуемым в предложении или нет. Представим, что ваш глагол является сказуемым в этом предложении. То есть ваш глагол, сказуемый в этом предложении. И вы должны посмотреть. Это сказуемое в активном залоге или в пассивном залоге. Например, Толстой написал «Войну и мир» в 1869 году. Толстой написал – это активный залог. Толстой что сделал – написал. Он сам сделал. А книга была написана Толстым – это уже пассивный глагол. Книга сама ничего не сделала. Над ней было произведено действие. Книга была написана Толстым. Это пассивный залог. То есть определите – это активный залог или пассивный залог. Если ваш глагол стоит в пассивном залоге, считайте, что вам повезло. Потому что тогда у вас есть только четыре варианта. Если вы видите по контексту, что ваш глагол должен стоять в настоящем времени. Например, сейчас многие машины производятся в Южной Корее. Вы видите, что это пассивный залог. Машины производятся. И что это в настоящее время. Поэтому вот такую формулу вы будете использовать. М из А плюс третий столбик, если неправильный глагол. Или глагол с окончанием ИДИ, если правильный глагол. Сейчас многие машины производятся в Южной Корее. Если по контексту вы видите, что ваш глагол должен стоять в обычном прошедшем времени. Вы не говорите совершенно о настоящем, только о прошедшем. Тогда используйте was, were, plus V3, VED. Опять же, эта книга была написана Толстым в 1869. This book was written. Третий столбик, Bighton's Toy, in и так далее. Если вы говорите о прошедшем времени, действие было совершено в прошедшем времени, но результат виден сейчас, используйте present perfect passive. Например, смотри, комнату убрали. Look, the room has been cleaned. Действие произошло в прошедшем времени, но результат прямо сейчас. Смотри, комната чистая. Комнату убрали. Look, the room has been cleaned. И если вы говорите в пассивном залоге о будущем времени, например, эта дорога будет построена в следующем году. Используйте эту формулу will be плюс третий столбик или глагол с окончанием ИДИ. То есть, если ваше сказуемое вы видите из контекста, что оно находится в пассивном залоге, все просто. Но если вы видите, что ваше сказуемое в активном залоге, здесь все немного сложнее, потому что тогда ваше сказуемое вы должны будете поставить в одно из времен. Времена на ЕГЭ проверяются следующие. В Present Simple или в Present Continuous, или в Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple. Пожалуйста, повторите эти времена. Я не смогу сейчас вам рассказать подробно о каждом из этих времен. Вполне возможно, я летом сделаю видео, чтобы рассказать о всех временах в одном видео. Сегодня мы на этом останавливаться не будем. Вы можете посмотреть мои видео или видео других ютуберов. На чем я хочу остановиться более подробно? Очень многие студенты совершают ошибку, когда им нужно использовать, скажем так, время future in the past. Это обычное согласование глаголов и согласование времен, и я вам покажу, когда мы должны использовать future in the past. Вот смотрите, например, такое предложение. He said that he... Вот вам дают такое предложение. Вы видите, что у нас тут вот сказуемое set, и это тоже сказуемое, то есть вот насказуемое, активное. И сюда нам нужно с вами поставить глагол call. Вы переводите предложение. Он сказал, что он позвонит мне завтра. И очень многие студенты сюда пишут обычное future simple. He said that he will call me tomorrow. Will – это ошибка, потому что если ваше главное предложение находится в прошедшем времени, ваше второстепенное предложение тоже должно находиться в прошедшем времени. Вы не можете сказать will call. Will поменяется на would. Would call. Вот когда will меняется на would из-за того, что главное предложение было в прошедшем времени, это и есть время future in the past. Обратите внимание, в ЕГЭ это проверяется довольно-таки часто. Но не всегда глагол в вашем предложении будет являться сказуемым в этом предложении. Итак, теперь поговорим о такой ситуации, когда глагол не является сказуемым. Если вы видите глагол и видите из контекста, что он не является сказуемым, у вас есть два варианта. Первый вариант. Этот глагол будет или активным, или пассивным причастием. Это я так их называю. Активное причастие отвечает на вопрос, что делающий. И вот такую формулу используете глагол с инговым окончанием. А пассивное причастие будет отвечать на вопрос, что сделанный. И это будет глагол с окончанием идей, если правильный глагол, или третий столбик, если неправильный глагол. Вот, например, посмотрим на такое предложение. Она услышала странный звук, идущий из зала. Где у нас тут сказуемое? Подлежащее, сказуемое. Странный звук – идущий. Идущий здесь не является подлежащим. Это является причастием, что делающим. Теперь взбираемся. Какое это причастие? Активное или пассивное? Звук – идущий. Он сам идет. Это активное причастие. Соответственно, ставим этот глагол в эту формулу. Coming. Наш ответ – coming. She heard a strange noise coming from the living room. Посмотрим теперь на это предложение. Он забыл о деньгах, данных ему, мистером Брауном. Где у нас? Вот у нас подлежащее, вот у нас сказуемое. О деньгах, данных ему. Данных тут не является сказуемым. Здесь этот глагол является пассивным причастием. Соответственно, мы этот глагол должны будем поставить в эту формулу. Это неправильный глагол, соответственно, третий столбик. He forgot about the money given to him, данных ему. Здесь, может быть, иногда сложно понять, сказуемое или нет, но вы должны будете научиться разбираться, является ли глагол сказуемым или нет. Практика, практика, практика. Если глагол в вашем предложении не является сказуемым, то, как мы уже говорили, этот глагол может быть активным или пассивным причастием. Это первый вариант. Второй вариант. Этот глагол может быть герундием. Герундием – это глагол с инговым окончанием. Или инфинитивом с to. To be, to do, to go и так далее. Итак, когда мы используем герундием? Verb с окончанием ing. После некоторых глаголов. После вот этих глаголов enjoy, finish, hate, like, love, don't mind, spend, stop, мы будем использовать глагол с инговым окончанием, если после них вы хотите использовать глагол. Например, посмотрим на это предложение. Have you finished your room? Ты закончил убирать свою комнату? Сначала смотрим. Tidy. Является ли этот глагол здесь сказуемым? Нет, сказуемое здесь закончил. Убирать – это глагол, который мы должны будем поставить после сказуемого. И мы знаем, если мы хотим поставить глагол после finish, это будет глагол с инговым окончанием. Have you finished? Tidy in your room. Пишем герундием. Во-вторых, мы пишем герундием после предлогов. After prepositions. Например, смотрим на такое предложение. I'm good at problems. Вам надо сказать, я хороша в решении проблем, если дословно переводить. Решение тут не является сказуемым. Сказуемое здесь я есть, подлежащее сказуемое. Но здесь, то есть мы знаем, что solve здесь не является сказуемым. И мы знаем, что после предлогов нам надо поставить герунди. То есть, I'm good at solving problems. Наш ответ будет solving. И мы используем герунди, когда мы используем глагол в качестве существительного, одновременно в качестве существительного и подлежащего в предложении. Например, вот смотрите. Это не секрет, что чтение расширяет ваш словарный запас. То есть, нам глагол читать надо сделать существительным и подлежащим в этом предложении. Чтение расширяет. Это будет, в таком случае, этот глагол станет герундием. То есть, reading здесь является существительным и подлежащим в этом предложении. Expense your vocabulary. А теперь поговорим о ситуациях, когда нам надо использовать инфинитив with to. To go, to do, to play и так далее. Во-первых, мы будем использовать инфинитив with to после вот этих глаголов. Если после этих глаголов вы хотите поставить глагол, это будет инфинитив with to. Decide to do something, forget to do something, hope to do something, learn, need, offer, plan, promise, remember, want, would like. Обратите внимание, после просто like мы используем герундием, но после would like мы говорим, мы используем глагол с частицей to. Вот, например, посмотрим на такой пример. We've decided to France for our holiday. Мы решили поехать во Францию на наши каникулы. Нам надо поставить глагол go в это предложение. Сначала смотрим, является ли go сказуемым. Нет, мы не является, мы видим. Вот подлежащее, вот сказуемое. И мы знаем, что после decided, если мы хотим использовать глагол после decided, это будет глагол с частицей to, поэтому ставим to go. Вот наш ответ. И также мы используем инфинитив с частицей to после прилагательных. Например, их легко нести. Вот у нас подлежащее, вот у нас сказуемое. Carry не является сказуемым. Но и мы знаем, что после прилагательных, если мы хотим использовать глагол, который не является сказуемым после прилагательного, это будет to carry. Вот наш ответ. They are easy to carry. Также, например, приятно познакомиться. Nice to meet you. И после nice, nice это прилагательное, мы говорим to meet you. Итак, мы с вами рассмотрели абсолютно всю грамматику, которая вам нужна для выполнения заданий с 19 по 25 в ЕГЭ. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели, подробно рассмотрели два экзаменационных варианта. Итак, давайте начнем разбирать первое грамматическое задание. Первый текст называется лондонское метро. Задание номер 19. Первый параграф. Вы когда-нибудь задумывались, какие странные предметы скрываются в лондонском метро? Первое, о чем люди обычно думают, это мыши, которые вы можете иногда видеть бегущими по путям. Смотрим, что перед нами. Какая часть речи? Перед нами run, глагол. Первый вопрос, который мы задаем. Есть ли в этом предложении if? Нет. If нет, это неусловное предложение. Есть ли I wish? I wish нет. Второй вопрос, который мы задаем. Является ли этот глагол в этом предложении сказуемым? Мы видим нет, не является. То есть этот глагол не является сказуемым. У нас есть два варианта. Первый вариант. Может быть это причастие? Видим бегущий me по путям. Да, это причастие. И нам надо понять, активное это причастие или пассивное. Мыши бегут сами, то есть это активное причастие. И ставим его в форму глагол с инговым окончанием. Следующее задание. Второй параграф. На самом деле мыши не единственная странность в метро. Пассажиры оставляют тысячи предметов. И предметы, которые когда-то были их, теперь находятся в офисе забытых вещей. Смотрим, что перед нами. Перед нами местоимение they. Предметы, которые однажды были их. Это местоимение отвечает на вопрос чей, но после него нет существительного. Поэтому мы говорим не they, а this, так как после этого местоимения нет существительного. Ответ this. Следующее задание 21. Не будем переводить этот параграф сначала. Я уверена, вы сами сможете это сделать. Начнем сразу с этого предложения. Предметы, которые оставляются в офисе более чем на 3 месяца, передаются на благотворительные цели. Предметы, которые оставляются. Перед нами глагол if здесь нету. Это не условное предложение. I wish здесь нету. Смотрим, является ли этот глагол сказуемым. Да, является. Активным или пассивным? Пассивным сказуемым. Предметы, которые оставляются кем-то людьми. И смотрим, это пассивный залог. Какое время? Время настоящее. Соответственно, пишем Present simple passive objects that are left in the office. Смотрим на следующий текст. Называется этот текст «Найденные деньги». Первый параграф, задание 22. Шилли читала статью о деньгах, оставленных строителем, найденных, прошу прощения, найденных строителем в старом доме. Он пошел в полицию 64 тысячами долларов. Она спросила своего друга Пола, что бы он сделал, если бы нашел большую сумму денег. Что перед нами? Перед нами глагол. Первый же вопрос. Есть ли в предложении if? Да, есть. Это условное предложение. Тот факт, что в предложении what he would do после he идет would с инфинитивом, показывает нам, что это второе условное предложение. А во вторых условных предложениях после if мы ставим глагол в past simple. Соответственно, глагол what he would do if he found a large amount of money. Ставим наш find во второй столбик, чтобы сделать past simple. Перейдем к заданию 23. Вот то же самое, что он сделал. Пол не замешкался ответить. Перед нами глагол if здесь нет, Является ли глагол сказуемым? Является. Активным или пассивным? Активным. Соответственно, этот глагол нам надо поставить в правильное время. Пол не замешкался ответить. Это обычное время, past simple, только негативное. Поэтому пишем didn't hesitate to respond. Следующая 24. Опять же, не будем переводить самого начала. А сразу перейдем к этой фразе. Как бы полиция узнала, чьи это деньги? Вот это мы с вами в видео не разбирали. Давайте поговорим об этом сейчас. Who – это кто, а чьи будет whose. Я надеюсь, вы сможете с этим разобраться на экзамене. Что здесь надо писать, чей? Whose – это наш правильный ответ. Следующее задание 25. Сразу же перейдем к этой фразе. Если никто не заявит свои права на деньги, то полиция отдаст их обратно строителю. Что перед нами? Перед нами глагол. Первый же вопрос. Если здесь if – да, есть. Соответственно, это условное предложение. После if у нас стоит present simple. Present simple после if у нас стоит в первых условных предложениях. Соответственно, во втором предложении, после the police, мы напишем the police will give it back to the builder. Потому что это первоусловное предложение. Формула первоусловного предложения. If plus present simple, will won't plus infinitive. Так что, соответственно, мы здесь пишем will plus infinitive. The police will give. Теперь разберем второе задание. Давным-давно жил старый император, у которого не было детей. Он не мог выбрать своего преемника. Ну, мы здесь пробуем и видим, что здесь Ken нам надо поставить в прошедшее время. He couldn't choose his successor. Правильный ответ. He couldn't. Затем он созвал всех молодых людей в королевстве вместе и сказал, я дам каждому из вас семечко. Я хочу, чтобы вы пошли домой, посадили его, поливали его и вернулись через год и показали мне, что вы вырастили. Мальчик по имени Ленин тоже получил семечко. Он пришел домой и сказал маме, что он вырастет лучшее растение. Что тут перед нами? Перед нами глагол grow. Есть ли в этом предложении if? If нет. Есть ли I wish? I wish нет. Является ли этот глагол сказуемым? Он сказал, что он вырастет. Да, является сказуемым. Соответственно, нам надо поставить grow в какое-то время. Он сказал своей маме, что он вырастет. В принципе, тут время, будущее, что сделает, вырастет. Но главное предложение он сказал у нас в прошедшем времени. Соответственно, здесь мы используем время future in the past. Будущее в прошедшем. Will становится would. Он сказал, что он вырастет. He told his mother that he would grow the best plant. Тут как раз тот момент, на который я просила вас обратить внимание. Future in the past. Дальше. Номер 21. Она помогла ему посадить семечко. Перед нами местоимение he. Она помогла ему. Наше местоимение надо поставить в другой падеж. Соответственно, из he мы делаем him. She helped him. Следующая номер 22. Не будем переводить параграф с самого начала. Начнем с этой фразы. Ложь – это самая плохая вещь в мире. Перед нами прилагательное bad, который надо поставить в превосходную степень. Самая плохая. Bad в превосходной степени будет worst. Поэтому в ответе вы пишите worst. Следующий текст. Роль Даль. Известный британский писатель. Был норвежцем по рождению. Даль был назван в честь… И так далее. Там уже дальше не важно. Был назван. Перед нами глагол. Их здесь нет. I wish this нет. Является ли этот глагол сказуемым? Да, является. Активным или пассивным? Пассивным. Даль был назван. Это обычное прошедшее время. Поэтому ставим этот глагол в past simple passive. Даль was named after. Was named. Наш ответ. Следующее. Он стал известным в 1940-х годах из-за своих работ для детей и взрослых. Перед нами существительное child, которое надо поставить во множественное время. Children. Наш ответ. Children. И последнее. С 1945 года его книги были изданы на почти 50 языках. Перед нами глагол. If, нет, I wish, нет. Это сказуемое и сказуемое пассивное. Были напечатаны. Since 1945 показывает нам, что мы говорим тут о периоде времени с 1945 до настоящего времени. Поэтому это не просто прошедшее время. Это прошедшее время плюс сегодняшнее время. А это у нас present perfect. Соответственно, ответ будет present perfect passive. Have been published. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, если да. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам удачи на экзаменах. See you soon. Bye-bye.